Эта история, которую я хочу рассказать, случилась уже давно. Я буквально недавно позвонил дочке главного героя Марине в Америку и попросил ее разрешения об этом рассказать. Она любезно согласилась, за что я ей очень благодарен. В оркестре Харьковской филармонии, в симфоническом оркестре, работал альтист, Феликс его звали. Он был даже инспектором оркестра. Очень хороший альтист, хороший человек, но он очень любил играть соло. И в разных концертах всевозможных, в школах, на предприятиях, он всегда просил, чтобы его вставляли в бригаду, и он там играл какое-то произведение, сольное произведение на альте. Ну, а естественно, я аккомпанировал. Вот и однажды у него в программе было произведение французского композитора Ибера «Маленький белый ослик». Это такое известное, очень симпатичное произведение, и он его играл в переложении для Альта. Там такая мелодия очень симпатичная. И есть место, где, так сказать, альт играет «вью-вью-вью», и вот такие глиссандры наверх, которые имитируют крики осла. И вот вместе с какими-то другими пьесами мы играли эту вещь. Вот. И однажды один из его коллег, очень веселый человек, сказал ему «слушай, Феликс, а ты знаешь, что в оригинале этого произведения Ибер сделал ремарку, что исполнитель, вот в этом месте, когда ты играешь «вью-вью-вью-вью», ты должен по-ослинному кричать «и-а, и-а, и-а, и-а». Это ремарка Ибера. Феликс был очень доверчивый человек. Он был немец. Он был по-немецки очень точный, скрупулезный и очень доверчивый по-детски. Он говорит «да не может такого быть». Он говорит «я тебе принесу ноты, я тебе покажу». У меня есть где-то там оригинал, надо поискать, я тебе обязательно покажу. Нужно кричать «и-а, и-а, и-а, и-а» в этом месте. Такая ремарка композитора. Вот. На следующем концерте, когда мы играли это произведение, так все, может, я не могу рассказывать. До свидания.